На видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мерзиёева 18 декабря прошлого года глава государства указал на новые возможности для увеличения производства и экспорта местной продукции. Тогда было отмечено, что будет введен новый порядок поддержки предприятий текстильной отрасли. Для этого 200 миллионов долларов выделят в качестве ресурса для новых проектов, создающих добавочную стоимость. Государство покроет затраты на строительство очистных сооружений для красильных предприятий. Предприятиям текстильной промышленности, внедрившим международные санитарные стандарты, будут выделены субсидии в размере до 100 миллионов сумм. Основной рынок сбыта текстильной продукции на Мангана – страны Европы крупные брендовые компании. Это признак того, что в данном регионе стартовала новая эра текстильной промышленности. Сейчас здесь действуют 2428 текстильных и швейно-трикотажных мощностей. Среди них 131 крупное предприятие, выпускающее текстильную и швейно-трикотажную продукцию. Ежегодно они производят без малого 103 тысячи тонн пряжи, 163 миллиона квадратных метров крашеных тканей, 40 тысяч тонн крашеных махровых полотенец, 15 тысяч тонн трикотажного полотна, 130 тысяч готовых швейно-трикотажных изделий. Если обратить внимание на цифры, то 5-6 лет назад на Манганской области было 14-15 предприятий по переработке хлопковолокна. Их мощность не достигала и 40%. На сегодняшний день, если мы выращиваем 70 тысяч тонн хлопковолокна, то мощность перерабатывающих предприятий составляет 125%. Глава государства поставил задачу наладить полный цикл производства, то есть выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, а также увеличение экспортных поставок. В этой связи в Манганской области мы также реализовали проекты по покраске тканей. Мощность 20 крупных красильных предприятий региона составляет покраска более 46 тысяч тонн махровых полотенец, 16 тысяч тонн трикотажного полотна и 163 миллионов квадратных метров материала. В прошлом году 317 текстильных и швейно-трикотажных предприятий области экспортировали продукцию на 450 миллионов долларов. Довлатабадский район. Вот это предприятие, работающее в сотрудничестве с опытными брендовыми текстильными компаниями, ежегодно расширяет свои мощности. Налажен полный цикл производства от выпуска пряжи до готовой текстильной продукции, которая экспортируется в более чем в пять стран мира. На нашем предприятии работает 550 человек. В прошлом году экспортировали продукцию на 10,5 миллионов долларов. В этом году этот показатель намерены увеличить. Наша цель – расширить деятельность и объёмы производства, повысить качество продукции, а также понизить себестоимость текстильных изделий. Если расширим географию экспорта, то ожидаем получить доход в 15 миллионов долларов. В этом году в Наманганской области намечено реализовать 12 крупных текстильных проектов стоимостью свыше 680 миллионов долларов. В результате создают более 16 тысяч рабочих мест. При этом экспортный потенциал Намангана составит 445 миллионов долларов.